Уже на протяжении 7 лет в Славянском районе проходит антинаркотическая акция под названием «Счастье жить». Она направлена на формирование здорового образа жизни у молодежи. В ее рамках со сцены городского и сельских домов культуры молодые артисты через свое творчество стараются донести до сверстников идею того, что у пагубных привычек есть альтернатива – это искусство, спорт и многое другое. В число этой агитбригады входит много интересных людей, таких как юный славенец Кирилл Егоров, недавно приехавший с кастинга известного телепроекта «Лучше всех». Это самый юный участник брейк-данс-клуба – 8-летний Кирилл Егоров. Заниматься современными танцами он начал всего год назад, но уже успел стать победителем краевого чемпионата по детскому брейк-дансу. Недавно Кирилл побывал на кастинге детского телепроекта на Первом канале «Лучше всех». Своим артистизмом, выполнением сложных элементов брейк-данса Кирилл покорил жюри. В ближайшее время его должны пригласить на передачу. Так юный славенец идет к своей мечте – покорить большую сцену. Кирилл уверен, что активный и здоровый образ жизни – это залог успеха в любом начинании. Мы хотим показать, что заниматься спортом хорошо. Выступление в рамках акции «Счастье жить» – это своего рода приглашение присоединиться к молодежным объединениям района. А их в районе работает свыше трех сотен. По официальным данным, их посещают около 7 тысяч ребят. Все эти дети уже сделали свой выбор в пользу здорового образа жизни. Постоянные участники проекта «Счастье жить» – районные школы искусств, творческие коллективы, клубы по интересам. Мы выступаем перед всеми такими же, как и мы. Нужно побольше заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Я, например, танцую в ритмах планеты, и мне очень нравится. Я занимаюсь 10 лет уже, и у меня все хорошо со здоровьем. Я рекомендую, чтобы все занимались спортом, вели активный образ жизни. По замыслу акции молодежь – не просто зрители, а непосредственные участники всех конкурсов проекта. На своем примере они показывают, что здоровый образ жизни позволяет реализовать свой потенциал в спорте, творчестве и искусстве. Вставайте, 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 не беги, повторяйте за нами, лопайте! В рамках акции «Фойе городского дома культуры» можно было посмотреть на работы, сделанные руками славянских активистов. Цель выставки – привлечь как можно больше ребят в кружки и секции. Все участники проекта едины в одном мнении – жизнь прекрасна и многогранна, если в ней нет вредных привычек. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...